Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере смотра МТА. И сегодня я тебе расскажу и покажу чинчлок обновления 2.0. Так что присаживайся поудобнее, и мы начинаем. А перед тем, как я буду вам рассказывать и показывать, они, кстати, если что, изменения эти уже на сервере, кто не играет. Вот, я вам расскажу. Сегодня утром мне вышла серия, кстати, уже вторая серия сегодня вышла, и это выйдет тоже сегодня вечером только, где я показывал новую экономику на смотра МТА, показывал новые цены на бизнес и дома. Если что, ссылочка в описании на нее. Можешь зайти посмотреть, очень интересная. И один подписчик мне написал, а что по цене СГУ? Я такой, блин, забыл. И поэтому в этой серии мы это исправим. Посмотрим, сколько же она стоит. Я думаю, не изменили. Да, 25 миллионов, все как и было, так и есть. Менюшки те же, все тоже. Они справа сверху тупо убрали шкалу XP. Ее там уже нету. Нету, не пишет, сколько на банке, сколько на руках. Просто на руках пишет. Не знаю, мы сейчас поставим в банке бабки, посмотрим. Также изменилась карта именно HUD и изменился HUD именно спидометра. Спидометр еще кривен сделан, потому что мы открываем карту и он не прячется под карту. Так же, как и вот с названием автомобилей. Вот слева внизу там вас, не вас. Конечно же, глобальные обновления, которые делали смотря МТА, они, конечно же, заменили все... А, я понял, банк не пишет теперь. Вот здесь пишет банк, я понял. Конечно, они же изменили все просто HUDы, все анимации, все аватарки вот эти. Второе, что мы посмотрим, пацаны, это автосалоны. Первый автосалон, который нам попадется, это будет японские автомобили. Вот это близко было. По ценам, по ценам вроде те же. Давайте пробежимся. Да, те же, те же. Крузак, Лексус, это все было. Походу, новые автомобили будут на втором этаже. 305 тысяч стоит Civic. А, то есть я на него зайти не могу, не посмотреть, не могу. 7, 2000 GT. NSX появился, бля. А, здесь ничего не появилось. А, GTR, это все так же, да. Вот NSX, вот это прикольно. И он капец какой дешевый. Это глобальное обновление, пацаны. Вот так выглядит NSX, вот так. Чисто ожидание и вот реальность, реальность. Так, мы подъезжаем к автосалону Audi. Посмотрим, изменилось ли здесь что-то. Появилась новая РС-ка. Кстати, она в наличии 15 лямов стоит в кузове C8. В принципе, как они и светили ее. Так, BMW, мой любимый автосалон. М8 это было. Е38 было, 39 было, Е30 было. Кстати, вот если бы уже обновляли сервер, могли бы Е30 подешевле сделать. Ее за 5 никто брать не будет. Она же никому просто неинтересна. А что, новые бэхи не завезли вообще? И новый Х5, окей. А новый Х6 не добавили? Это М2, Е46. Ф10, но все-таки было. В Ф85. И М4. Так, пацаны, мы приехали в элитный автосалон. Сразу я решил не затягивать. Сразу всякие вкусности. Просто сразу. Появился новый Роллс-Ройс. Кстати, Фантом. За 40 лямов, который есть 350. Вот такой вот. Надеюсь, он будет четырехдверный. Не двухдверный, как смотра это умеет делать. Сегодня днем, потому что Руфер бежал просто по краю забора, зашпаркнулся и упал и разбился. Да. Ой, я уже вижу этот автосалон. Просто заворачиваем, как себе домой. Шалби был. Мустанг был. Раптор был. Челленджер Хеллкет. Кстати, его же не было. Сколько он стоит? 9 миллионов. 390. Едет всего лишь. Ну, смотрится так. Прикольно, но это тачка реально на любителя. Кстати, а где чарджер? Есть чарджер? Они чарджер убрали? Реально? Чтобы поставить вот этот челленджер Хеллкет. Это же чарджер Хеллкет, а вот это челленджер. Я понял. Кстати, давайте с этим просто в мод. И посмотрим, они добавили что-то новенькое, либо нет. Да нет, они же настолько не будут заворачиваться над глобальным обновлением, чтобы еще монтики менять. Конечно, нет. Танк! Нормально вообще? Просто смешанные. Здесь есть вот Гранч, Рокки и Трехок. Почему его не добавили в Американца? Просто вот так, сразу, с пылу жару. Зачем его надо было добавлять именно сюда? Окей. Джип Рэнглер. Та же история. Почему его не добавить в американские автомобили? Да. Давайте посмотрим, какой он хотя бы из себя представляет, как он выглядит. Ну, неплохо. И Таурек, вы уже все видели. Он сколько стоит? 7 лямов. Ну, сзади это чисто Ки-Е. По идее, здесь должна сейчас стоять новая Ешка. Только ее надо бы найти еще. КТ-шка. Здесь второй. Гелик. Ешка. Не понял. Они добавили новую Ешку? Да не, должна стоять где-то здесь, наверное, да? Нету. Нету новой Ешки? Офигеть. Я думал, они же все увидят. Кстати, аааа. Я понял, почему не добавили. Они же сделали по-умному. Я уже просто думал, что они сделали как в Рейдже. То есть, отдельная моделька на Ешку рестайлинговую. И отдельная моделька на Ешку дорестайлинговую. Они так сделали как-то опять, потому что они там еще не добавили тюнинг. А здесь есть тюнинг, поэтому есть М5-F90 уже рестайлинговая. Есть на нее пакет. Я не знаю только, сколько он стоит. Не, на Смодера просто как всегда. Делай, делай, делай система. А потом тупо убирает. Вот, был ЕКХ-ЛС. Идеальный, потому что можно было на нем и купить номера. И обменяться с каким-то игроком. И снять бабки, оплатить штрафы. Еще раньше можно было на ней номера сменить. А сейчас, чтобы ее вырезали и убрали. Дрифт-трасса есть, слава богу. Потому что рублевки тоже нет. Поехали посмотрим, есть ли вот эта трасса Акино-Дрифт, с которой вообще не пользовалась популярностью никакой-либо. Как хорошо, просто сдох, пунктиты пахнутся сюда и не ехать. Просто экономия бензина. А нет, дрифт-трасса все-таки осталась. Теперь давайте заедем, посмотрим, не появились ли новые диски, не выросли ли на них какие-нибудь цены. Так, резина, открытки толковых колес. И как я уже забыл это делать. 60 дисков, да, походу какие-то 10 дисков новые появились. Вот такие. Кстати, фрештайнеры прикольные. BMW-шные, мерседешные. Вот эти, вот эти, вот эти. Это все новые. Ну ладно, не 10. Окей, больше. Сейчас посмотрим, сколько. Вот эти. Вот, до 42-го места. Появилось 20 новых дисков. Вот, по 500, по 600 тысяч. Так, кого там на 15 минут посадят? А меня не посадят? Ой. Там админ стоял, да? Ну, летим, летим, летим от него, короче, летим. А он где-то там остался, походу. Нет. Меня сейчас посадят, да? Давай, посади меня. На 15 минут. Записал видос, конечно. Давай. Посадят или не посадят? Или просто кикнет? Мне просто очень интересно. Даже сейчас оплачивать не буду. Вон он стоит, жук. Так, а я не буду сюда ехать. Давайте я просто дисконнектюсь. Вот так сделай, и все. Я успел или не успел? Я лайфхакер, мам. Войти в аккаунт. Да, никого нет. Вот, просто на меня забили. Фиг. И мы просто объедем это место, да и все. Такой вот я хитрый. Так, летим, летим. Ебать здесь всего. Всего. Танк. Два танка. Смотрите, сколько фур. Это что за сходка дальнобойщиков просто. Еще бы это все взорвалось, как бы в сампе. А, там фура в воду упала. Вы тоже видели это, да? Сколько фур. Просто сколько фур. Ну, синхронизация-то понятно. Как старый добрый, приезжаем на это место. Берем этот же чекпоинт. Я вообще не вижу, пацаны, смысла здесь работать. Но, если хотите, можете взять Актерос. Есть ВНЛ. Типа фиг, короче, какая тачка, какая нравится. Актер, кстати, сами больше платят. Нефтепродукты 85 тысяч платят. А можно и просто ВНЛ. Давайте возьмем ВНЛ потом... А, третий уровень. Это обычный уровень или какой-то игровой? Давайте древесина. Давайте, ну, окей, не обработан древ. Чего я взял в бревна, но мне дали бочку. А, ебать, она классно поворачивает. Фура не сцеплена с прицепом, как в обычной GTA-шке. Она просто как на магните там болтается. Вот реально, такие где-то ощущения. И просто едем на метку. Летим, 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 летим. Ой. Спокойно, спокойно. Так, пацаны, я так понимаю, я без очереди проехал, да? И меня сейчас вот это заторанит, нет? Ой, извиняюсь. Меня сейчас не заторанили, да? Это я так проскочил, мне типа повезло. Это какая-то реальная тамошка просто. Чего он там так тупит долго в своей воле? Зацепился, небось? А, я понял, в чем прикол. Я тоже зацепился. Смотри, как его поволок. Просто это, это бре с этими фурами, что они сделали. Раньше же сделали тоже когда-то, когда-то еще в 2017-м, либо в 2016-м году сделали эти фуры. Не, даже раньше, в 2015-2016. Сделали на CCD фуры. Потом убрали, потому что рассинхрон. То есть едет машина, а потом сзади через метров 10 прицеп едет. И очень можно всех подрежать очень хорошо по пингу. Потом убрали. Теперь опять они добавили. Интересно, через сколько они их уберут? Эван, уберут что? Фуры или сервер? Они сделали по типу, как в рейдже. Нажимаешь на двоечку, и она тп хается. Они, короче, максимально хотят переработать МТА под рейдж. То есть, у кого не тянет GTA 5 рейдж, тот и будет играть типа на рейдже, только на старом движке, на GTA San Andreas. Потому что здесь и карта напоминает, и хут прямо оттуда, и тачки оттуда. Все, нафиг это говно, бросаем. Все, едем, смотрим обновления, и я выхожу из этого серва. Так, пацаны, они там грозились еще в группе, что они добавили новые винилы. Давайте заедем, посмотрим, что они добавили. Или они вернули опять старую винил в студию? Нет, новая. Добавить. Так, они как-то изменили вот это все клавиши. Давайте прокрутим, это что, это... Я не помню последние наклейки. Вроде были. Флаги нет. Фигуры. Фигуры, наверное, тоже ничего не изменилось, да? Так, давай дальше. Кузов. Кузов, наверное, когда-нибудь новый добавили. Вот эти новые какие-то появились. Либо они были, я их не замечал. Азимова вроде тоже не было. Ну да, они что-то добавили. Немножечко, так знаете. Так, бренды. Брендов, наверное, добавили, нет? Ну да, Суприм, Смотра, ЛВ, Афайт. Вот этого всего вроде не было. Не, были, были. Ближения. Движения тоже были. Праздники, акции и прочее. Ну, короче, они почти нифига. Они добавили там пару каких-то кузовных винилов и все. Давайте все-таки поедем на ЭКХ, посмотрим на новые автомобили, которые выкупили. Смотрите, пацаны, какой NSX стоит. Красивый. Ну, чисто Inferno, прям. Сампо. А где движуха, собственно? Когда я начинал, то были люди здесь, а сейчас их нет. В заключение могу сказать, что это пи***ц. Просто игроки, которые ждали обновления целый год, ждали глобального обновления. Можно сказать, ничего не дождались, потому что нам просто вешали лапшу на уши. Говорили глобальный, глобальный. Что изменилось? F1, все панельки не изменились. L, доска объявлений. Короче, все худые не изменились, кроме карты и вот спидометра, который то тупой. Они бы могли вырезать вот этот ремень, чтобы пристегиваться. Добавили пару новых тачек, добавили пару новых дисков, добавили пару новых винилов. Ну, камон, это какая-то, ну, обновление, там, частичка обновления, там, буквально на месяц, через два месяца. Кстати, Сивик вот новый, прикольный. Ну, не целый год мы ждали 10 моделей, 20 дисков и 10 винилов. А, да, я еще забыл фуры добавить из GTA V. Езжу и прям как-то мне странно, как-то, какая-то тоска на душе, что ли. Столько время просто вбухал в этот проект, что потом, типа, все сгорело. Это от них не зависит, но есть такой хелпер, я не буду говорить, как его зовут. Он, короче, слил, что все-таки остались бэкапы сервера. То есть, не все сгорело, как они говорят. Им просто было выгодно опять навешать там всем лапшу. Сказать, что сервер тупо сгорел. Открыть его заново. Просто собрать еще раз деньги с игроков. Да, в принципе, забить на сервер. Я не думаю, что они потом будут делать обновление, как раньше, там, раз в три месяца хотя бы. Они также будут делать, там, раз в полгода, раз в год. Куви, Дос, Лайкерс, привет. И, кстати, да, пацаны, хоть и вчера было громкое открытие, но сегодня всего лишь он играет 273 человека. А на этом все. Вот такие, пацаны, события происходят в 2021 году. Напишите в комментарии, что вы думаете об этом обновлении. Поставьте лайкос, подпишитесь на канал, чтобы продвинуть этот ролик в топ.